Привет, друзья! Добро пожаловать на канал, где мы копаемся в самых загадочных уголках истории и технологий. Сегодня я хочу поговорить с вами о десяти потерянных технологиях, которые человечество когда-то создало, но которые мы сейчас не можем повторить. Это не просто список забытых изобретений, это путешествие в прошлое, которое заставляет задуматься, а действительно ли мы с нашими суперкомпьютерами и космическими ракетами так уж далеко ушли вперед? Или, может быть, древние знали что-то, что мы упустили? Давайте разберемся вместе, и я обещаю, что будет много интересного, неожиданного и даже немного пугающего. Начнем с того, что вообще такое потерянные технологии. Это не значит, что кто-то взял и выбросил инструкцию в мусорку. Нет, это знания, умения или методы, которые либо исчезли из-за войн, катаклизмов и упадка цивилизаций, либо стали ненужными с развитием новых технологий. Но самое удивительное, даже с современными достижениями мы не можем их воссоздать в точности. Почему? Иногда дело в утраченных материалах, иногда в секретности, а иногда в том, что мы просто не понимаем, как это работало. Итак, поехали. Первая технология в нашем списке – это греческий огонь. Представьте себе, 7 век, Византийская империя, морское сражение. Враг наступает, и вдруг из корабельных труб вырывается пламя, которое горит даже на воде, сжигая все на своем пути. Это был греческий огонь – секретное оружие византийцев, которое помогло им не раз отбиться от арабских флотов. Историки до сих пор спорят, что это было – смесь нефти, серы, смолы или, может, какой-то неизвестный химический состав. Мы знаем, что он доставлялся через сифоны – такие примитивные огнеметы. Но точный рецепт утерян. Современные химики пытались его воспроизвести, смешивая горючие вещества. Но добиться того же эффекта – горение на воде и такой разрушительной силы – не удалось. Может, дело в каком-то редком ингредиенте, вроде нефти, из определенного месторождения, которое давно иссякло. Или в способе смешивания, который держали в строжайшем секрете. Этот вопрос остается открытым, и греческий огонь до сих пор звучит как что-то из фэнтези, хотя был абсолютно реален. Двигаемся дальше. Дамасская сталь. Вы наверняка видели эти изящные клинки с волнистым узором на поверхности, которые могли разрубить шелковый платок в воздухе или даже другой меч. Дамасская сталь появилась в Индии, а потом попала на Ближний Восток, где ее совершенствовали с 3 по 17 век. Это не просто красивое оружие, оно было невероятно прочным и острым благодаря уникальной структуре металла. Ученые выяснили, что в Дамасской стали были углеродные нанотрубки. Да, нанотрубки. За тысячи лет до того, как мы научились их создавать в лабораториях. Но вот парадокс. Секрет ее производства исчез. Может, дело в особой руде из индийских шахт, которые давно выработаны? Или в утраченной технике ковки? Современные металлурги пытались повторить процесс, но даже с нашими печами и микроскопами мы получаем лишь подобие, а не настоящую дамасскую сталь. Это заставляет задуматься, неужели мастера прошлого знали о нанотехнологиях интуитивно? Третья технология — римский бетон. Посмотрите на пантеон в Риме или портовые сооружения, которые стоят уже две тысячи лет, и подумайте, почему наши современные здания начинают трескаться через 50-70 лет? Римляне создали бетон, который не только выдерживал время, но и становился прочнее под воздействием морской воды. Секрет? Они смешивали вулканический пепел, известь и морскую воду, получая материал с кристаллической структурой, которая укреплялась со временем. Мы смогли проанализировать состав благодаря современным технологиям, вроде рентгеновской дифракции, но повторить его в массовом производстве не можем. Почему? Потому что вулканический пепел из региона Везувия — редкость, а процесс замешивания был настолько специфичным, что его не передали потомкам. Интересно, что римляне не считали это чем-то особенным, для них это была просто стройка, а для нас теперь — загадка. Четвертая технология — скрипки Страдивари. Антонио Страдивари, итальянский мастер 18 века, создал около 600 музыкальных инструментов, и их звук до сих пор считается непревзойденным. Почему? Ученые исследовали древесину, ель и клён, пропитанные особыми химикатами, вроде борной кислоты, и даже форму инструментов. Есть гипотеза, что холодный климат малого ледникового периода сделал дерево плотнее, а пропитка защищала от грибков. Но даже с точными копиями и трёхмерными принтерами мы не можем добиться того же богатства звука. Может, дело в руках мастера, его интуиции, которую не передать через формулы. Это как раз тот случай, когда технология граничит с искусством, и мы теряемся, пытаясь её повторить. Пятая технология — крепость Саксайуаман в Перу. Представьте себе стены из каменных блоков весом до 120 тонн каждый, подогнанных так плотно, что между ними не просунуть лезвие. Инки построили это в 15 веке без цемента. И камни выглядят так, будто их расплавили и соединили. Как? Есть теории. Может, они использовали кислоты для размягчения камня или неизвестные инструменты. Некоторые даже говорят про солнечные лучи, сфокусированные через линзы, но это звучит слишком фантастично. Современные инженеры с нашими кранами и лазерами могут поднять такие блоки, но добиться такой точности без клея или раствора почти невозможно. Это наводит на мысль, а что если у инков был какой-то простой, но гениальный метод, который мы просто не можем разгадать? Шестое место. Непенте. Древний наркотик счастья. Гомер в Одиссеи описывает, как Елена дает гостям напиток, который убирает печаль и дарит покой. Историки считают, что это был реальный препарат, возможно, из опиума, мака или трав, известных в Египте и Греции. Но точный состав потерян. Мы можем синтезировать любые лекарства, но повторить Непенте, который действовал мягко, без привыкания, не выходит. Может, дело в пропорциях или в растениях, которые исчезли. Это напоминает, как много знаний о природе мы потеряли, перейдя к химии в пробирках. Седьмая технология. Оксфордский колокол. С 1840 года в Англии звонит электрический колокол, питаемый двумя батареями, которые не менялись почти 200 лет. Как? Никто не знает. Ученые боятся разобрать батареи, чтобы не остановить эксперимент, но предполагают, что там особый электролит или редкие металлы. Мы строим ядерные реакторы, но не можем повторить эту простую долговечную батарею. Это показывает, что иногда старые технологии были не менее эффективными, чем наши, просто другими. Восьмая. Телхинские статуи. На острове Родос, по легендам, стояли статуи, которые двигались и издавали звуки. Древние греки приписывали их мастерам-телхинам. Но что это было? Механизмы с гидравликой? Пневматика? Мы знаем, что греки умели создавать автоматоны, как механическую сову Герона, но детали телхинских статуй утеряны. Сегодня мы можем сделать роботов, но повторить эти древние машины с их материалами и инструментами – нет. Девятая технология – Александрийская библиотека. Это не совсем технология, а скорее хранилище знаний, но ее потеря лишила нас тысяч технологий. Основанная в III веке до н.э., она содержала свитки по математике, инженерии, медицине. После пожаров и войн мы потеряли до 90% текстов. Например, там могли быть чертежи машин Архимеда или рецепты утраченных лекарств. Мы изобретаем заново то, что уже было, и это заставляет задуматься. А сколько еще мы не найдем? И, наконец, десятая – ракета Сатурн-5. Да, это не древность, а 20-й век, но мы не можем ее повторить. Эта махина вывела людей на Луну, но после программы Аполлон чертежи устарели, заводы закрылись, а мастера ушли. НАСА сейчас строит новые ракеты, но Сатурн-5 остается уникальной. Это пример одноразовой технологии, созданной для одной цели и забытой, когда цель достигнута. Итак, что объединяет эти технологии? Они показывают, как хрупки человеческие знания. Войны, экономика, смена эпох – все это стирает целые пласты гениальности. Но есть и другой вывод. Может, мы не можем их повторить, потому что смотрим с высоты своих технологий и не понимаем простоты прошлого. Эти загадки – не просто история, а вызов. А что мы оставим после себя? Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите в комментариях, какую технологию вы бы хотели вернуть. И до встречи в следующем видео.